Данное видео переведено и озвучено специально для сообщества «Бизнес Бриллиантс». Я познакомился с этой молодой девушкой много лет назад. Я не мог поверить, сколько денег она зарабатывала. Она приехала в Лас-Вегас, чтобы узнать, как стать еще лучше и зарабатывать больше. С того времени мы стали друзьями. У нее 457 лично зарегистрированных партнеров за все время ее развития. В команде у нее 100 тысяч человек и более миллиона клиентов. При этом она растит детей без мужа в небольшом городе в Техасе. У Витни Хасбендт, пожалуйста, поделись, как ты добилась успеха и что делать другим людям, чтобы достичь хотя бы близко таких результатов, как у тебя. Друзья, ставьте лайки в поддержку Витни и пишите в комментариях свои чувства и благодарности. Добрый день! Огромная благодарность за представление. Мне только что пришлось отключать камеру и звук, так как дети шумели за дверью, и мне нужно было отправить их вниз. Я действительно очень рада сегодня выступать здесь. Когда я пришла в этот бизнес, я абсолютно не понимала, как его развивать. У меня не было большой сети. Я из очень маленького города. За год до начала бизнеса я удавила мой Facebook, в котором было около 200 человек, когда я была беременна. У меня не было особых возможностей, не было много друзей. Я понимала, как продавать продукт. Это для меня было понятно, но я понимала, что здесь есть возможность зарабатывать, и эта возможность зарабатывает намного больше, чем пару сот долларов. И это очень круто. А тогда я была в таком положении, что жила по талонам на питание и получала помощь от государства. И мне нужно было больше, чем 200 долларов на пропитание. Тогда я осознала, что мне нужно подключать людей. Но как это делать? Я уже могла привлекать клиентов, но мне нужно было значительно расширить бизнес. И у меня не было друзей и семьи, кому я бы могла предложить присоединиться ко мне. И я задалась вопросом, что я могу сделать? Тогда я училась, я целый день проводила на занятиях, и у меня было несколько предметов, которые мне были не особо интересны. На этих занятиях я садилась на заднюю парту и просто писала списки в мой ежедневник. Сначала я начала с Техаса, так как я говорила уже, я живу в Техасе, я начала писать списки городов, сначала маленькие, храбоокруги, так как я сама живу в небольшом городе. Потом я писала, кого я, возможно, знаю в тех городах и у кого есть какие-то связи в тех городах. Я записывала имена. Потом я связывалась с теми людьми и рассказывала о бизнесе и предлагала этим людям развивать его вместе со мной. Я не буду сейчас диктовать полные скрипты, наверняка они у вас и так есть, но если коротко, я говорила, что я начала новый бизнес, насколько я воодушевлена, как я себя чувствую. Коротко говорила о продукте и как он нравится другим людям и предлагала начать развивать бизнес вместе со мной. Вот это я делала. После этого я начала расширяться на другие штаты. Тогда я знала очень мало людей из других штатов. Я никуда не выезжала из Техаса, училась в Техасе и не знала людей из других мест. Тогда я пошла в Фейсбук. Я просто ехала в машине, ввела город, штат, потом нашла группы моего региона. Так вы можете находить группы в разных регионах. И так я начала развивать мою сеть. В этих группах я добавляла людей в мой аккаунт. Так я смогла найти людей. Это огромная возможность в ваших регионах. Это помогло мне развить бизнес очень быстро. Я не рекламировала мой бизнес в этих группах. Я просто связывалась и знакомилась с людьми. Это может быть все, что угодно. Вы можете общаться о том, что вам нравится. Мне очень нравится общаться с людьми, у которых общее видение, интересы со мной. У меня есть ферма, 50-60 курей. И я просто одержима ими. А еще у меня была беременность, и это абсолютные перемены в жизни. И мне нужно было чем-то заниматься в то время. Я начала с темы про курей. В тех тематических группах о курах. Я ознакомилась с людьми, которые находились неподалеку от меня. И, например, группа о пасхальных куриных яйцах. Так как я хотела больше узнать про пасхальные яйца, потому что у меня много было яиц. И вот во всех этих группах, кстати, у меня есть и другие животные. Я находила людей и выстраивала с ними отношения через других животных. И другие вещи, которые у меня есть, которые мне интересны. Я встречалась с людьми и переводила их в мой фейсбук. А дальше в моем фейсбуке, в моих сторисах, они видели еще и другую информацию, что я занимаюсь не только курами. Что меня интересуют не только куры. Да, у меня множество курей. У меня есть куриный помет. У меня курятник за 5000 долларов. Это только сам каркас, не считая того, что есть внутри. Это чертовски круто. И людям интересно, как тоже иметь такой курятник. Как бы куры сами-то не зарабатывают, чем ты занимаешься, чтобы такие вещи себе позволить? Я чередую эту информацию в моих сторисах. Чередую информацию о компании, о продуктах. И это привлекает внимание людей. И сейчас это помогает мне строить бизнес. Но я делала это с самого начала. Я не всегда разводила курей. Есть разные способы. Например, то, чем вы интересуетесь, какие-то направления. Я просто использовала фейсбук и соцсети, чтобы находить людей и общаться с ними. И я вижу, что многие люди этого не делают. Они регистрируются в бизнес и общаются только с теми людьми, которых они до этого знали. Как я находила и добавляла больше людей? Вам нужно проявлять творчество. Выходить за границы и находить больше людей. Мой бизнес на 99,9% строится онлайн. Я практически никогда не выходила на публику, чтобы развивать бизнес. Я большой интроверт. Я не знакомлюсь с людьми в магазине. Я совсем не такая разговорчивая в магазинах, как вы меня сейчас видите. Поэтому соцсети для меня – это огромная возможность. Это огромные возможности. Просто сядьте, пропишите то, что вам интересно. Как я написала название городов и имена. И можно после этого подумать, кого вы знаете со схожими интересами. Просто сделайте это и начните связываться с этими людьми. И когда вы сконтактируете с этими людьми, возможно, вы подключите их в бизнес. Или они станут вашими клиентами. Возможно, они, конечно, подключатся к кому-то другому. Но вы просто продолжайте действовать. Потому что каждый человек, с которым вы общаетесь – это не пункт назначения. Это не последняя дверь. Это дверь для создания целой сети. Я построила мой бизнес абсолютно органично. Я знаю, что многие из вас начинают делать так. Я люблю сетевой бизнес. Я просто обожаю MLM. И вы пытаетесь сразу донести это людям. Не нужно это делать в группах. И не нужно в группах рекрутировать людей. Это очень глупо. Постарайтесь найти вещи, которые абсолютно не имеют отношения к бизнесу. Проявите творчество, чтобы найти людей с такими же интересами, как у вас. Это может быть что-то особенное. То, что действительно вам интересно. Им это тоже интересно. Но они не могут себе позволить, потому что у них недостаточно денег. И ваш бизнес как раз может быть возможность для них, чтобы зарабатывать больше денег для своего хобби. И именно так я создала мой бизнес. И есть еще одна вещь. Я говорю очень-очень быстро, так как мне отведено мало времени на выступления. Но есть то, что я всегда делаю. Особенно в праздничный сезон. Мы уходим на праздники. Например, в США это, например, День Благодарения. Или в других регионах это может быть Рождество. И я делаю это каждый год. Возможно, кто-то из вас где-то передавил на кандидата. Может быть, где-то оказал больше давления. Вы перестали общаться. Может быть, не поддерживаете контакт с людьми. То праздники это лучшее время, чтобы поддерживать отношения. Это лучшее время, чтобы не выглядеть странно, что ты обращаешься снова к человеку. Я имею в виду, что можно обратиться к клиентам, которые не подключились. В общем, это лучшее время. Все, что нужно сделать, это связаться с ними. Поблагодарить за общение. Возможно, за поддержку. За любую поддержку, которую они вам оказывали. Или вашему бизнесу. Пожелать им и их семьям счастливых праздников. Будьте искренними. Поблагодарите. И это откроет перед вами дополнительные возможности для продолжения общения. Бывает так часто, что мы как бы давим на человека, где-то перегибаем палку, выглядим глупо, пытаемся как-то подойти потом с другой стороны и как-то извиниться. Вам в этой ситуации, во время поздравления, вы можете просто извиниться, что раньше вы не выходили на связь. Вы не будете как раз выглядеть как-то глупо или подозрительно, потому что это будет во время праздников. Это очень просто сделать. Просто сказать, что вам жаль, что вы раньше не позвонили, не звонили. Скажите, что вы очень цените этого человека. Цените, что он вас в какой-то момент поддержал. И поздравьте с Рождеством или с тем праздником, которым вы поздравляете. Пожелайте счастливого Нового года. Все эти разные вещи, которые вы можете им сказать, чтобы восстановить коннект, связь и возобновить общение. И вы никогда не знаете, возможно, есть что-то, что вы можете предложить человеку в качестве преимущества в следующие несколько месяцев, в следующем году. Возможно, что-то появится, вы сможете ему предложить. Это два простых пути, которые легко очень дублицировать. Я благодарю вас за то, что вы слушали мое выступление. Я очень старалась успеть все рассказать. Благодарим за фантастическое выступление. Благодарим за то, что поделилась опытом. И я знаю, когда мы находимся за кулисами, много людей спрашивают о подходах, о техниках, которые ты использовала. Поэтому я очень рад, что ты смогла раскрыть эти вопросы. Просто напомню, что эта молодая девушка зарабатывает больше миллиона долларов в год в сетевом бизнесе. И она добилась этого сама без чьей-либо помощи. Я имею в виду, что она работала с огромным количеством людей, что она сама добилась результата, потому что нашла инструмент и нашла возможность, так как очень хотела, обучалась и была голодной. И вы тоже можете сделать то же самое. Данное видео переведено и озвучено специально для сообщества Business Brilliance. Данное видео переведено и озвучено специально для сообщества Санкт-Петербурга.